здравствуйте дорогие друзья с вами виктория брэдис и сегодня мы будем делать роспись очередную красивую роспись печенье я последнее время заметили чем ближе лето тем чаще стала использовать именно печенье для росписи это очень здорово очень вкусно и честно говоря в отличие от пряников которые действительно чаще всего ассоциируются с новым годом печенье круто смотрится и на мартовские праздники и на пасху и на свадебные заказы поэтому имейте ввиду печенье расписывать можно нужно и это очень здорово и так для работы на сегодня много цветов у нас будет сегодня необычная роспись точнее роспись обычная цвета будут очень такие эффектные яркие но в первую очередь что мы делаем мы делаем контур на прянике отрезаю у корнета носик сказала на прянике уже по привычке делаем контур на печенье форма такая пухленькая часто про нее спрашивают даже когда вы делаете обычную роспись на форму вас необычная это уже привлекает внимание и так со мешков жидким айсингом я сразу отрезаю носики мне потребуется сейчас черный красный розовый и зеленый и в первую очередь заливка что неудивительно у нас будет черная заливаю неполно не смотрите на то что контур белый если вы делаете контур аккуратно и ровно вообще честно все равно какой контуры если вы делаете контур неровно дерганой кривой то тут конечно очень важно чтобы он был цвет цвет что мы делаем мы делаем розовым цветом такую елочку только она у нас будет круглая в центр в серединку я делаю красный темно-красный столбик не довожу его до конца нам потребуется шпажка я отломаю чтобы она не задевала камеру и теперь делаем такую улиточку завернули хвостики вывернули очень давно не делала эту розу как мастер-класс как видео конечно мастер-классов по розе по этой у меня очень много потому что такой хитовой элемент сделали и теперь берем зеленый цвет я оставлю следующим образом . . обычно 4 уже столько лет работаю и роза у меня неизменная и ставлю точки здесь можно с даже немножко обыграть не удивляйтесь тут можно точки поставить розовый это просто будет выглядеть как блик работайте быстро потому что у нас роспись по мокрому соответственно я делаю от цветка к цветку от цветка к цветку вот цвет как цветку от цвет как цветку что делаем с этими краешек крайними листиками вывожу 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 и потом обратно их подвожу к розе опять вывожу вывожу и обратно подвожу к розе очень быстро очень просто эффектно всегда роза смотрится эффектно а еще и на черном цвете так необычно что можно сделать можно заполнить пространство которое находится вокруг цветка он довольно пустое поэтому тут вполне уместны точечки я их ставлю по три моя любимая комбинация по три поставили теперь уже можно хаотично по одной поставить где место позволяет все жидкие цвета у меня внутри одной консистенции это важно если они будут одной консистенции они отлично друг друга перейдут не будет гробатого рисунка в целом мы пряник наш уже сделали смотрится эффектно круто что можно сделать можно сделать каемочку вокруг заливки сделать бортик белым цветом это будет классно смотреться и наш белый контур здесь абсолютно будет гармонично выглядеть но прежде всего вам нужно это печенье просушить нам нужно просушить глазурь заливка подсохла смотрите как она так немножко даже фактурно выглядит интересно и теперь густым белым айсингом делаю красивый бордюр на печенье у нас есть место рисую прямо на печенье не сбоку и это будет классно смотреться в тандеме с той росписью которая внутри у нас роспись яркая эффектная на эффектном фоне на черном редко кто так делает обычно используют белый цвет поэтому вы не не бойтесь экспериментировать это смотрится очень здорово если вы будете делать розу на голубом на таком фисташково-зеленом очень классические цвета и на них розы смотрятся очень эффектно все я дальше делать ничего не буду у нас будет . по одному наш печенье готова отправляем сушиться для того чтобы заливка полностью просохла и можно паковать и дарить